Приветствую всех на Wall Street Online. Начнем с новостей, которые ждут нас на следующей неделе и это ну я думаю что на следующей неделе уже такой спокойный режим на рынках исчезнет, начнется немножко динамичней в себе вести многие рынки. Во-первых экспирация очень близкая и грубо говоря в районе 15 марта будет большинство контрактов идти к завершению и на следующей неделе помимо этого еще будет достаточно много интересных важных экономических событий. Начнем с понедельника, ну сразу пробежимся по штатам, причем по штатам все четыре дня с понедельника по четверг будут с отчетами, которые маркет мувинг индикатор. Значит из крайне важных это вторник GDP, на открытии будет озвучено состояние экономики Америки и также еще в среду как-то странно на инвестинге есть выступление Трампа, а на экономическом календаре Канаде нет этого события, причем я смотрел и глобальный. Ну в общем как-то не стыкуются два календаря, удивительно. Ну посмотрите может я что-то упустил, но в общем на рынке есть выступление Трампа в среду, а на Канаде нет. Также employment по Швейцарии в понедельник и еще из важного у нас в среду будет ну естественно петролиум и также будет jobless claim в четверг, ну пятница будет более-менее спокойно. Так что в принципе раскачка начнется я думаю уже с понедельника, а то может хорошенько качнуть и во вторник с GDP. Помимо штатов по ВВП отчитывается еще Канада. Сейчас точно скажу когда. Кажется в четверг она отчитывается по ВВП. В четверг по ВВП отчитывается еще и Швейцария по четвертому кварталу, Испания и Канада. В общем четверг будет весь такой в отчетиках. Так что во вторник начнут и в четверг добавят. Еще из интересных и очень таких необычных отчетов в Швейцарии отчитываются по индексу ведущих экономических показателей Швейцарии КОФ. Опережающий индикатор там входит 12 показателей, которые в принципе рассчитаны на месяц вперед. То есть их расчеты как бы они ориентируются потенциально какая будет экономика ближайший месяц и раз в месяц они отчитываются. Рекомендую за ним следить. В принципе если выше ожидания либо выше предыдущего показателя и либо не ниже это рассматривается как хороший фон смещение ниже предыдущего показателя либо значительное снижение это потенциально тренд на продаже по евросектору. В общем сколько я не наблюдал в принципе более-менее не врет. Бывало там несколько месяцев спорные вопросы, а так в принципе неплохой. Так, из экономических событий еще отчеты. Отчеты будут на следующей неделе ну не масштабные, но московская биржа в четверг отчитывается и Сбербанк привилегированный. Лондон Stock Exchange в пятницу отчитывается. В общем отчеты двух бирж на следующей неделе. Так, из экономических событий сейчас я проверю, чтобы не забыть ничего. Так, GDP есть. Ну вроде бы все. А, Китай. Ну по Китаю производственный индекс и вроде бы все. Ну там на неделе одних только ВВП достаточно под завязку прям. Ну и не забываем среду Петролиум. Вот спорный вопрос по выступлению Трампа и перед кем он будет выступать. Насколько это будет открытое выступление. Пока еще не узнал. Так что, если что-то узнаете, пишите в сообществах ВКонтакте, либо же Facebook, либо же в Google Plus, компанию Wolfix, в сообществе Wall Street Online также. Посмотрим, что из этого получится выступление. Ну было бы интересно послушать. Может что-то сказал бы интересненького. Так, ну, кто на этой мартовской контракте торговал публично, близится уже в момент итогов. Давайте возьмем общий примерно. Заранее немножко посмотрим отчет, кто там первый, кто всех опередил. Итак, первый трейдер, жаль, но не сможет участвовать. Он так и не подписан. Так что, если вы увидели свой аккаунт первым сейчас в рейтинге, Лучше подпишитесь как-нибудь. Ник добавьте. Второй Мишка Мед. 40 сделок. Вот, интересно, по каким рынкам. Скорее всего, валютные рынки. Мишка заслужил. Биллин про 6 делок. Все в яблочко. Нужно посмотреть. Ой, прям не верится. Алекс 01 и Алекс Стар. Студенты. Студенты рвут прям. ЦМЕ. Четвертое и пятое место. Молодцы. Серийность в рамках клича. Нитрино. Тоже недавний трейдер. Севен. Какая серийность? 63 сделки. Зубр. Кулибин. Тоже неплохо поработал. Люкстроник. 9 сделок. Дизель. Доль. В общем-то, пока ни одного нового трейдера не нашел. А, нет. Гар С.А. и Сергей С.С.Н.П. Вот. И 26 место. Балк. Ну. Зелт 78. Вот кого я еще не видел. Отлично. В принципе, практически всех знаем. Обратите внимание, какая серийность общая. Вот 26 трейдеров, которые видно. Стокмани. Вот трейдера нового. Единственное, да. 270 сделок. Самисток. 172 сделки. Причем 69 вроде как. Все отлично. И вот еще один у нас Кулибин. 100 сделок. 70 на 30. У всех серийность неплохая. Ну, это говорит о том, что лидерами они в рейтинге как бы заслужены. Потому что когда серийность не наоборот, то есть много убыточных сделок, там одна какая-то вытащила. Но все равно сопровождение тоже очень важно. Неплохо, неплохо. Отличные результаты. Так, этот аккаунт вообще на 23 месте. Так мне и надо. Давайте посмотрим по России. Тут, наверное, будут либо те же, либо уже много новеньких. Так, Бенджамин есть такой. Знаем. Мик, либо Майк. 9 сделок. 8 плюсовые. Неплохо. Джек 63. 123 сделки. 67 положительные. В общем, реальный счет. Смотритель. Первый раз видишь. GoTrade тоже первый раз. Две сделки. Да, много новеньких. Очень ярый. Соника. Соника дальненько. Здесь. Да, очень много. Это хорошо, это хорошо. Старается. Причем, обратите внимание, первая десятка особо много сделок не открывали. Видите, вот потом идет с 11 места по 20. Там уже идет по 40, по 50 сделок. Ну, буквально два человека. Джек 63 и там еще один аккаунт, кто больше 20 сделок. А так, в принципе, причем, ну, давно уже наблюдаю за этим. Как бы так, интересно было, сколько сделок в среднем нужно хорошо открыть, чтобы было, ну, не то чтобы там первые рейтинги, вообще плюсовой зоне. И сколько не замечаю, вот первая десятка, они немного сделок открывают. Но очень хорошо сопровождают. Ну, то есть долго удерживают позицию. Поэтому не в количестве, а в качестве дела. Ну, к экспирации ближе уже подытожим и озвучим чемпионов. Вот. Бонусы за нами остаются. Это обязательно. Возможно, партнеру на следующий квартал подтянем. Какие-то могут от них быть бонусы. Итак, приступим. СНП. Ну, в общем, отметка 23.68 и начало проскакивать. Времени мы немного рейтингу делили. Буквально 4 или 5 минут и то раз в месяц. Ну, потерпите уже. Рейтинг, в принципе, люди стараются, почему бы и нет. Тоже, кстати, принимайте участие. Значит, пока еще не пробили 23.43 и 23.49. Тут, если более так плотно брать, то 46.49. Три сессии достаточно неплохо на положительной дельте с ростом открытого интереса разместились. Пока будут стоять выше этого уровня, может быть достаточно еще много шансов на продолжение вот этого невероятного ударного роста аналитики. Вернее, не аналитики, а ожидания по ВВП штатов там вроде завышены немножко. Они ожидают лучше, чем предыдущий отчет. Возможно, они отчитаются как раз хуже, чем они ожидали, но лучше, чем есть. Вот я примерно прикидываю, что вот так вот они всех хотят сбить с толку. То есть, вроде как хуже ожидания, но отчет будет чуть выше, чем предыдущий. И они всех, кто на хуже ожидания зайдут на шорт, могут отлично сбросить. Значит, по волатильности у них была ударная волна вот 40 долларов за три дня и 40 долларов на шорт и 40 долларов ушли наверх. То есть, ну вот примерно 40, это у нас будет тормозить примерно вот на этом уровне в ориентир. То есть, по волатильности у них такой ударный маневр был в начале, ну, первый месяц. Это, так, прикидываю, до каких уровней могут сбросить всех, кто зайдут на шорт. Это потенциально, если будет проложение роста. Если же все-таки они считаются еще хуже, чем предыдущий, то будет как раз под экспирацию волатильность на шорт. Значит, как видите, потихонечку фиксируется. Вот этот участок у нас был в основном на фикс. И пока вот две сессии 22-го и 24-го на открытие позиции, хотя дельта и там, и там такая, ближе к нулевой относительно таких уровней. С учетом того, что и фиксируют байеры позиции, открываются шорты. Очень подозрительно, ну, вот эта фигура, скажем, по дельте открытому интересу, как раз на максимуме контракта. Если бы открывали шорты, то здесь была бы завышенная дельта и там, и там, но она ближе к нулю. По большей степени здесь замешаны, скорее всего, байеры, поэтому вот такие возможные сценарии. 2-3-3, напомню, вполне могут и до этого уровня сбросить потенциально. Уже желательно, конечно, чтобы примерно они успокоились на 25-й. Вот эти две сессии тоже были на дельте на рост. Объема здесь немного, но еще плюс этих сбросят обязательно. Поэтому 23-36 как раз минимум этих двух сессий. И потом уже идет площадка на покупку 23-25. Ниже уже у нас получается где-то вот так вот. Это если ориентироваться на тех уровнях. Ну вот, видите, как раз я четко выставил там, где WP идет. Средневзвешенная, то есть ориентир 23-20. Ну, как раз под понедельник немножко потянется и будет вот этот уровень отрабатываться и по WP. Все вроде как раскладывается. Поэтому, если уйдут ниже этого диапазона, точно уже с покупками, видимо, прощаются. Ну, плюс еще экспирация, нечего планировать даже в какие-то долгосрочные позиции. И только там на день, на два, на три не более. Ядро контракта так и осталось 22-73. И текущие торги достаточно далеко от этого уровня. Соответственно, коррекционный момент прямо напрашивается. Ну, под WP это как раз самое оно. Так, второй еще тоже плотный уровень, очень плотненький такой. 22-88, 22-93. Я беру по последней активности. Ну, тут как бы и там и там были. Быки активны. Еще один уровень поддержки. Так. Смотрю. Ну, ликвидности не прибавилось много, то есть каких-то ажиотажных размещений не предвидится, как показывает объем. Поэтому, даже если и будут толкать выше, я думаю, что будет порядка такого формата сброс. Может чуть меньше, в районе там 15 долларов. И последнюю недельку-две они вот так вот до максимума и до топают, как вариант. Осталось совсем чуть-чуть, получается. Следующая неделя уже март, 3 марта. И вот 13-14 S&P уже будут переходить на новый контракт ликвидности. Ну, де-факто две недели вот и осталось. То есть, можно вполне даже не дергаться по сделкам. Последние две недели не самые вкусные на торговле. Там начинается выход из позиции и не всегда есть хорошие моменты. Раскачивают иногда волатильность очень сильно. Ну, на максимуме ожидается фиксация, но пока, судя по всему, под ВВП могут еще показать, как они умеют. РТС сейчас. Давайте посмотрим общую картину. Это с сентября. Ликвидность идет ровненько, без вспышек. То есть, системно пока идем, без каких-то аварийных выливаний ликвидности. Аккуратненько. Ну, за дня в день. Вот сегодня немножко слабая ликвидность. Открытый интерес. Тоже на слабом уровне. Причем, сегодня даже вышли, как видите, неплохо. Ну, в принципе, неделя была такая предпраздничная. Открыли позиции. Вот как раз 17 числа возьмем на заметочку. Сессия на шорты была. И вот эта неделя она практически ничем не смогла, не пробила уровень. 117 500. И вот открытие позиции снова проявляется на шестеллерах. Относительно сель. Относительно сель. Относительно сель. Продолжение следует... Вот так выглядит картина относительно нефтянки. Даже можно чуть-чуть подправить по волатильности бренд. Не учитывая немножко инертную динамику на минимуме здесь, примерно в таком ключе. Бренд стоит в коридоре, причем плотный уже давно, и тем самым затягивает и РТС. Сиель там поактивнее сейчас начала себя вести, но тоже пока не будет какого-то триггера. Они, похоже, ждут какого-то события. Так они и не ушли за коридор. Открытие позиций тут на шортах при любых рывках нефти вниз начинается. Ну и сейчас вроде как у своего потолка находится, поэтому активное пробитие выше. Сразу же всех ребят, которых сбросили здесь на покупках, быстренько умчатся до 120-й. Должна ликвидность подняться в этот период. В принципе, не пропустите. Под конец контракта такой вот может быть стемный маневр. По ценам давайте возьмем за весь контракт. Я не помню, говорил вам или нет, но на бирже, ой, вернее, не на бирже, а на сайте биржи Moex проскочила такая новость, что биржа Moex подписала договор сотрудничества с китайскими брокерами основными. Взамен их компании будут лоббировать на IPO здесь, на московской бирже, то есть размещать. И там, я думаю, как раз подготовка идет к этому моменту. Я, правда, продолжение этой истории не отслеживаю. Все ли у них там в силе осталось. Ну, в общем, будут какие-то компании китайские размещаться здесь. Ну, бирже выгодно, допустим. Это комиссионные, это новый поток клиентов. Ну, почему нет? Плохого точно ничего в этом нет. Так, основной диапазон контракта. Спот рубля будет чуть-чуть позже, сейчас закончим с РТС. 118-117, сидит дровов текущего контракта. Второй по значимости уровень 115-550. По 116-117, сидит дровов текущего контракта. Их у нас, получается, уже чуть-чуть осталось. И будут пробиты основные уровни поддержки, последние, вернее. Ну, вот, 112-500. Получится это или нет, но, если сиганут ниже, где-то, уровень. 112-й, ну, нужно подождать. Покупки тут точно не нужно сразу подхватывать. Уже, видите, здесь буквально две сессии перерыва сразу шортят. Если это сброс байеров, которые вот здесь пытались там что-то открывать, ну, как-то уж сильно жестко, две сессии так шортить. Поэтому, пока, покупки точно нужно аккуратненькие. Если выйдут буквально за пару дней на 115-116, тогда еще да, и при хорошей ликвидности. Если будет очень тихо по ликвидке и открытому интересу, то... Топлива маловато будет. Так. Ну, по ликвидности мы уже обсуждали рубль. На 120-й. Были, были, да. Так, это у нас рубль, склейка контрактов с сентября. Ну, и здесь активность, конечно, вот в районе октябрьской. Неплохо. Это хорошо. Не слабая активность. НРТС чуть такая в ожидании по нефти, а здесь только все начинается. Ликвидка, уровень ликвидности средний. Сейчас я проверю, правильно ли. Нет, неправильно. Здесь должно быть 22. Вот, как видите, буквально пару сессий были слабее средней, средневзвешенной ликвидности. Кто не знает, этот параметр рассчитывает за последние 22 дня среднюю ликвидность за сессию. И если она ниже в текущем дне, то день будет серой, как я указал по цвету. Если выше средней, то он цвет белого окраса. Вот. Ну, количество дней можно выставлять, какой вам больше подходит. То есть, можно несколько месяцев поставить, можно неделю. Ну, я взял 22 рабочих дня, в принципе, у торговых. Вот. Собственно, за счет этого у нас тут сформировался уровень 58500, такой достаточно, ну, не слабенький. И 58 коридор. Ну, можно было и захватить 57800. Вот. Ну, сейчас больше на классов профайле посмотрим. Как видите, открывали позиции, ну, прирост позиций был вот 21 числа только. Остальные сессии больше на фиксацию. Близится экспирация. Ну, и достаточно логично зафиксировать такой шортец. Почему бы и нет. То есть, это нормально и предсказуемо. Так, ожидаемо, вернее. Непредсказуемо, ожидаемо. Не пустили ниже 57-й. Хорошо. Также не пустили на, пока еще, 59-ю. И у дельта буквально вот вчера, 114 и 23 сегодня. Причем, толкнули неплохо, но дельта меньше даже, чем вчера. Ну, тут нужно спот смотреть и... Сейчас мы на кластер профайла еще заглянем. Итак, тут у нас бидаск кто-то уже накрутил. Ой. Я вообще выключил все. Оттуда у нас дельта будет. Немножко толкнули и 20-го, 21-го были сессии на шорт. Причем, без каких-то... Сейчас посмотрим процент какой был. 4,6 и 5,2. Ну, в принципе, сопоставим, но и без... Сильного дисбаланса. Прямо уж так. И вот эти две точки... Стоит отметить, тут очень-очень сильный дисбаланс по ликвидности бидаск. Причем, тут уже были такие ребята. Вот они снова себе провели. Возьмем и этот коридорчик захватим. Сейчас мы переключимся на спот. Одинаковые уровни цепляют. Давайте это тоже захватим. Фильтры жесткие, но в квите они... Достаточно интересные уровни показывают. То есть поддержка, на самом деле, идет не ниже, не так, а вот где они цепляют. И потом добавили на 320 по 520. Пока вот здесь еще стоит блокпост, его еще могут пощупать, либо же не пустить выше. Посмотрим. Здесь жестко шортили, вот. Прям такая веточка сильная. Сильная. И вот здесь, как видите. Это вот очень сильный дисбаланс. Сейчас посмотрим, насколько. На 70 тонн вот здесь. 107 это ликвид по бит. Ну, разница между аском... Да, 70 тонн. Прилично. Так, и теперь идем на спотиус. Четыре дня от сессий. Из пяти у нас идет до 22 дня. То есть, относительно ликвидности средней за последние 22 дня. Вот здесь она была ниже среднего. Как видите, серые бары. Ну, и по ликвидности это, в принципе, сразу заметно. То есть, то, что здесь пытались либо развернуть, либо как-то посодействовать. Сейчас пока затихли. Сейчас посмотрим, что там было. Ну, вот так вот. Сейчас дельта в районе 173 тонн была буквально пару раз. А сейчас идет 836, 17 числа, на стороне байера. Причем, ликвидность там тоже была не слабенькая. В районе 4,5 миллионов. Ну, в общем. Сами видите. Итак, давайте отметим лучше оборонительный фронт. Вот здесь две сессии хорошенько потрудились. И вот здесь начинается такая вот четырехдневная защита. И поставим его очень приоритетным. Значит, приоритетный уровень сопротивления 59,45-59,85. Там выше вообще прям плита целая селлеров стоит. То есть за 60, по идее, не должны толкнуть, если это отстоит. И вторую по приоритету. Вот здесь две сессии тоже, в принципе, трудились. Пока вот на третьем по рангу сопротивления стоят. Посмотрим, чем закончится. Тут были селлеры и пару раз тут встретили их. Ну, посмотрим. Ставьте alert на 58,80 и пробитие вот этого уровня сопротивления. В принципе, тут сразу же будет маячок. И атака первого по прилижайшему уровню сопротивления. Итог. Ликвидность снизилась. Дельты на шорт не стало. Уже пока сколько идет сессий. Ну, вот с начала февраля, вот по сей день. Вот. Но пока не ажиотажная. Ну, и хорошо. Так, идем дальше. Евро. Нет, я не усматриваю лонговую картину. Я, ну, долго объяснить. У нас сценарии на продажу, на покупку. То есть, отбираются эти-эти уровни. Какие начинаются сценарии первой работы, с теми работаем. То есть, привязки к конкретно какому-то вектору, это только может сбить с толку. То есть, если избавиться от этого параметра, быть или не быть, купить или продать, то, ну, в разы проще работать. Подумайте над этим. Итак, у нас по еврику немножко даже были какие-то покупки. Вон, 21-го, 22-го. Особенно 22-е. Вот эту сессию нужно на заметку взять. Тут даже какие-то позиции открывали. Ликвидность по еврику идет уже 4, 5, 6 недель ровненько, ровненько, без каких-то излишеств. То есть, системное дрейфование без атаки в агрессивных игроков. То есть, пока, видимо, неинтересна эта валютная пара. Средняя сейчас проверю, потому что тут может... А, видите, здесь кто-то 30 уже поставил. И 30. 4 дня немножко больше ликвидность выше средней, чем за последние 22 дня. И пока вот контракт у нас формирует на 0. Основной массив 27, 6,27 по 6,57. Ну, здесь за счет того, что крайне много времени был в маркет, стоит, я думаю, отметить вот эту очень быстро на упакованную площадку. Очень так, за буквально полтора недели набили неплохой объем. И потом ушли вниз. Вот этот уровень и нужно взять на заметочку, если планируете затариваться на покупку. Но, опять же, всплеска ликвидности нет. Какого-то ажиотажного, там даже на инсайде, раньше времени. Пока все идет ровно, без особой паники. Волатильность даже чуть-чуть ниже, чем в первой половине контракта прошла. Ну, на следующей неделе для валютного рынка будет достаточно адреналинов, начиная с ВВП. Если будет выступление этого Трампа, то так же раскачают. Ну, чтобы уверенно становиться на покупку, нужно приток ликвидности увидеть. А его, ну, пока не так много. Ну и желательно вот этот коридорчик пробить. Так, фунт, фунт, фунт. Он же Brexit. Здесь немножко активней по открытому интересу. Какие-то открытия идут. Тут прям плотненько, так видите. Так, надо чуть жестче поставить. Может, это слишком... Ну, вот так пойдет. Так, тут у нас коридор возьмем в качестве ориентирного на поддержку. Ну, вот последний уже на 24-й край. Вот, а сопротивление тут прям напрашивается. Два дня здесь прям почему-то уникально выбрасывают агрессивные объемы. Поставим вот так вот. И вот сейчас пока на 24-й, 78-й, фактически на минимуме дня. Фунт и дельту. Сейчас накладываем. Так, все покупки, которые там зашли, здесь могли, в принципе, скинуть. Удивительно. Так, по основным коридорам у нас получается 25,50. По 24,50 округлим. Ядро контракта. Здесь практически пол контракта провели. Второй по значимости, естественно, вот этот. Плаздарм. 228 по 23,45. Тут плотненько поработали. Тут 2 недели, тут 3. Ну, достаточно. Ну, и контрольный уровень поддержки так и останется за 22. Это уже последний рубеж. Здесь открыто хорошо поработали на покупку и до этого. Как раз такая, двухблочная модель. Так, ну, как видите, покупали они еще раньше. Вот так вот они жестко сбрасывают. Обратите внимание, насколько сильно могут унести котировочку. И за 2 дня, за 2 дня возвращаются на весь этот коридор. Нормально? То есть, вот массив. Тут сбросили. И потом за 2 дня вроде ничего и не было. То есть, в рамках программы, как говорится. Если бы, наверное, должны были быть здесь, они бы за третий день здесь были. Просто бы сообщили, что какие-то хакеры взломали биржу и все там испортили. И поэтому такой рывок был, как они в последнее время любят успокаивать участников рынка, которые очень много на этом могли потерять. Ну, по байерам, как видите, очень плотно стараются. Вот в районе 24. Ну, и очень сомнительный уровень 25.40, 25.60. Так, идем. Никто в позиции не стоит. Михаила нет, видно сегодня. Давайте заглянем на индекс доллара, что с ним происходит. Так, тоже 3 недели абсолютно брошенный рынок, как говорится. Это ни притока, ни оттока. Ровно, системно работают алгоритмы. Я представляю, когда наступит момент, на бирже уже никого из людей не будет. Просто одни алгоритмы между собой будут клацать. Может, даже сейчас уже клацают. Ну, лично я считаю, что алгоритмы должны отдельно работать, а биржа, где торгуют люди, руками должна быть отдельно. Два государства вообще должно быть. Чем дальше изучаю этот квантовый высокочастотный трейдинг, тем больше хочется задать вопросов организаторам биржи. Биржа очень выгодно в высокочастотный трейдинг развивать. Много комиссионных, ликвидность, все автоматизировано, не надо никаких сотрудников нанимать. Дата-центр работает. Это прогресс. Человек не может с высокочастотным алгоритмом сразиться прям с такой скоростью. Там за доли секунды идет разговор. Так, ну, в общем, массивчик здесь просматривается вот такой. Давайте посмотрим по открытому интересу, что там вообще происходит. Ну, понятно, потихонечку уже стесняются. Тут что-то там в два раза даже открыли. Ну, так, в принципе, в районе 70 и держится открытый интерес. Пиковое значение было 86. Да, и все. Вот. Почти все сессии идут на снижение открытого интереса. Потихонечку выходят. Скорее всего. И вот из этой недели три сессии было на дельте на шорт. Это по индексу доллара. Так. Франк. Есть такой. Ну, я думаю, что это справедливое было бы решение. Отдельно пускай алгоритмы друг друга терзают. Ну, это в чистой воде нечестно. Так. Франк. 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 Обратите внимание, немножко скаканула ситуация по дельте. Там была зеленая зона. Прямо почти всю неделю вот эти три сессии. Из них 23 и 23 даже что-то открыли. Давайте посмотрим, насколько это было ликвидно. Ну, не самая активная по ликвидности неделя, но в рамках приличия. 33, здесь пиковая 23. Ну, терпимо. Ну, если отключить открытый интерес, то тут вся неделя на покупках. Но, эти покупки могут быть легко сбросами продаж, которые вот здесь заброшены. Вот набросали и сейчас могут фиксить запросто. Зона стоимости этого контракта в прям 0.05. Аккуратненько разместили. И вот. 9.959 пускай. Так будет классное число. Вот. Последний коридор, который при росте должны удержать. То есть, это уже первый массив в начале контракта. Если его пробьют, то уже понятно, никаких покупок и не стоит ждать. Ну, конец контракта, это нормальная коррекция. Посмотрим, как там. Возможно, подкидываю дровишек, чтобы не сильно откорректировалось. Это, опять же, если с евриком сравнивать. У них же там не особо разные судьбы. Даже трудно отличить, где кто. Видите? Вот такие вот истории. Поэтому, если торгуете франк, обязательно анализируйте еще и еврик. Тут корреляция плотная, даже если смотреть внутри сессии, там не особо сильно у них разные движения. Ну, вся неделя на такой вот дельте. Так что, судить вам, что с ним делать. Канадский. Сейчас захватим. Австралийский надо было, да? Сейчас он подгрузит этот канадский. По-канадскому будет на следующей неделе движение. Так что, если вы любите быстро много заработать, то, наверное, канадский будет вместе с индексом доллара плясать так точно. Так что, у нас подгрузился канадский. И у него тоже сбрасывают, видите, такие пробелы. Сейчас мы Австралию посмотрим. Так, на Австралии у нас потолок по контракту. Причем, все труднее и труднее толкать, как видите. Тут быстренько справились, тут уже немножко поднатужились. А здесь уже прямо сейчас и рухнут. Вот, начали фиксить, уже первая партия ушла. Вот. И чуть-чуть дооткрыли позиции, но здесь уже открывали, видимо, селеры. Так что ставьте алерт 0.7655. Потенциально вполне ожидаемое событие. Хотя, нет, 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 подождите. Я думал, здесь тоже открыт интерес. А прирост? Тут как раз не прирост. Тут как раз... Посмотрим, насколько разница. 136 тонны, 135. Ну, ни о чем. Осторожнее. Вот, можете поставить 769. Если каким-то чудным образом возвращается в понедельник выше этого уровня, а потом еще и захватывает на 772, то это был еще обманный маневр. Тут разница между этим интересом в сессии не особо большая. То есть, тут как бы сбрасывают те, кто первостепенно заходили еще на начале роста. Даже те, кто здесь заходили, они уже сбрасывают те, кто здесь заходили. И заходят новые какие-то контракты, забирают. Ну, в общем, вы сами видите, что непросто тут формируется ситуация. А сколько здесь уже зашло на шорт, наверное, ух, они это все вытягивают. Эх, эх, эх. Ну, по крайней мере, 4 сессии из 5 были на шортах. Тут вообще, вон, тоже было подряд сколько сессий. Оп, сразу же на покупку. Буквально вот уровень. И все, больше его не пробивали. Тут плитка такая, не плакается. 7670 можно еще вот. Вернее, 7665. Вот этот коридор будет проблемный. И еще вот здесь вот. Ну, если собираетесь шортить, то подождите лучше отметки 76. Пока не увидите, лучше обезопаситься. Ликвидность стандартная идет. Вот тут ни много, ни мало рабочая стандартная липидка. Так, ну, как видите, чуть-чуть выше за последние 22 дня, я так понимаю. А, нет, кто-то уже постарался поставил 10. Эх, все равно, даже при таком раскладе поместились. Сильно уже в шортах. Сейчас нефть и золото в самое последнее. Я вот, что хотел вам показать, что творится с Газпромом. Если наблюдаете, либо торгуете эту акцию. Обратите внимание, там очень все печально. По Дельте, когда уже была нормальная активность на покупке, фактически, вот официально, можно сказать, с 5 января, как начали, буквально там, периодически сбрасывают. 2-го, 0-го, 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 там какой-то просто аномальный произошел сброс. Вот, и, судя по всему, еще не скоро покупать его собираются, потому что Дельта так и идет на Селере. Не, не, не банкрот, но, ну, есть достаточно интересное вот событие. Три сессии, прям просто 6 миллионов, 5,2 и 4. и, ну, как бы, так сказать, как лидера нефтяной индустрии он теряет, как бы. Ну, как бы так, давайте посмотрим с 2014-го года. Сейчас подбудутся данные. Я сильно не задержу вас по Газпрому. Просто хотел предупредить, что покупать пока еще... Разве что, если нефтянка пробьет урой наверх и уйдет. Но пока опасно. Вот, смотрите, тут такой агрессивной Дельты, наверное, именно на Шорт. Видите? Вот такая была 2 Дельта, а здесь 2,8 и в принципе с 2015-го года июля месяца 24-го числа больше таких Дельт выше 2 миллионов и не было. Только на покупку. Вот они, кстати, да, вот они 2 миллиона 800 зашли, вот они 2 миллиона 800 вышли. Наверное, выходил тот стоп-лосс поставил просто там плюсовой. Роснефть, я уже давно говорил, что Роснефть уже как бы лидер и там по всем уже статданным это так и ну, кто помнит, я рассказывал, что есть на это причины и тихо-тихо-тихо и вот-вот Роснефть уже лидирует. Отчетность скажу так, по статистике, допустим, до конца 2016-го года, я ту статистику где-то весной посмотрел 2016-го года, контракты были из из всех больше всего контрактов внешних было у Роснефти на поставку нефти и так далее. потом управляющий состав половина британцев практически. Там, если не ошибаюсь, инвесторы англичане тоже замешаны. Ну и, соответственно, поставили своих чтобы нормально управляли, компания росла и развивалась. Вот. Я зашел на сайт, да, действительно, это так. Можете также зайти на сайт, ознакомиться с управляющим составом, целями. И достаточно позитивно все выглядит. Вот. Так что, лидер уже Роснефть. пока вот так вот. Ну, в общем, 36, как видите, площадка такая серьезная. Вот здесь блокпост был на поддержку его так хорошенько прошли. Последние такие еще затарки были. Не знаю, только вот в конце ноября. Ну, в общем, я вас предупредил вам выводы делать. Но, вот такой вот сброс был три дня. Так что, пока не уйдет выше 142, будет опасенько. Ликвидка повышенная вот была на поле недели. На этой чуть послабее уже. Если это сброс топорей вот этих байеров, то мы скоро увидим 139, 140. Это вполне, если такой сценарий может быть, то это на следующей неделе вполне выполнимо для Газпрома. Посмотрим, как справится. В принципе, смотрите на нефть. если нефть будет какой-то как-то расти, а Газпром вообще не реагирует, то наверное, пока на Роснефть поработайте. Ну, спекуляты и инвестиции, допустим. Но я бы инвестировал именно в Роснефть. Если бы я выбрал между Газпромом и Роснефть, то я бы на Роснефть инвестировал. Так. Вот так Газпром выглядит, а вот так выглядит нефть. Даже если мы уберем волатильность излишнюю, вот как-то они идут в разные полюса, понимаете. Возможно, арбитраж, я не спорю. Возможно, вот те 2 миллиона 800, это и есть какие-то крупные арбитражеры, может даже свои. ну, осторожнее, в общем. Так, нефть. Нефть, 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 нефть. Этсклейка, и у нас активность не самая высокая, как видите. Было вот 549 1000 открыт интерес, сейчас 134. Слабый открыт интерес, посмотрим ликвидность какая. Причем, обороты по чуть-чуть падают с каждой недели. Так, в среднем на скидку идут ровно где-то с середины января, но эта неделя чуть-чуть хуже все равно выглядит. Для роста, для роста это плохой показатель, то есть здесь еще нужно перепроверить. Можно верить этой активности на рост или это ложная активность. Из 5 сессий 3 на почти 3. Одна сильная такая, 2 нулевых отметок. Поэтому если 56 как-то уж просто пройдет и 55 50 ну соответственно потолок держится уже с конца 2016 года так и не пустили выше 57 5 можете alert ставить это вот решающая контрольная точка с 15 декабря ну в общем основную массивность вы уже видите CL 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 А как там основано это все по Уильямсу что он там открыт интерес COT анализирует СМЕШНО СМЕШНО это читать от человека с ником Гитлер у него свой авторский метод классно смешно получилось конечно не раскрывает нужно до весь мир захватить так ликвидность у нас по CL начало контракта ну вторая неделька сейчас посмотрим что там по дельте да то что даже были какие-то покупки но без результата этот интерес к сожалению день рождения только раз в году ну не критично не рухнуло собственно они вышли на 477 так и удерживают кстати насчет нефти еще раз те кто очень по нефти часто открывают позиции CL достаточно сильно ушла по ликвидности в сравнении с Brent по сути как Brent пока удерживается как бенчмарк для еврозоны но там добыча нефти процент очень слабый там в Северном море не так много вроде осталось судя по статистическим данным вот но пока ее еще не сняли как ценообразование равняется так вот ликвидность у нас 111 90 76 это у нас Brent какой-то интерес здесь видите набирает потихонечку обороты и дельта ага и вот вам дельта видите возьмите возьмите на заметку достаточно отчетливо видно в режиме поддержки а здесь вот жутко кинули шарты 57 15 в общем коридор понятен а вот 420 а там 70-60 за сессию вот так что вот так вот из 5 сессии 3 на покупках и вот 2 на шарта причем по 5 тонн а здесь хотя бы 11 было так ну сессии вот эти 4 сессии на нефти были манипулятивными прям до ужаса 2 сессии резко меняют направление потом снова меняется направление потом снова меняется направление просто чистой воды собирают всех подряд поэтому тут и дельта такая они пакостно поступили на этой неделе вот видно как потихонечку уперто тяжело нарастет а это резкая смена направления это чистой воды сбор стопорей по всему коридору ну и золото так немножко не вложились 5 минут уже вас задерживаю ну вот такие вот у нас по золоту движения сейчас посмотрим сколько там показателей так тоже на 22 надо поменять так а вот этот хвостик он у нас получается 93 показатель тут 88 странным образом он видите немного ликвидности по среднестатистическому сравнению а открыт интерес самый повышенный больше всего позиции там зашло ну на данный момент открыто ликвидности здесь 166 тонн 273 382 4 да вот видите в них рост идет две сессии не дельта набрасывают вот 342 и 3 тут вот здесь такая же комбинация 243 и 8 и тут у нас 6200 за одну сессию бросили то что они обычно бросали за две в общем по золоту тут ставите коридор вот этой сессии если допустим волфикса нет платформы пока не уйдут ниже 1237 вполне потенциально могут еще толкнуть выше если рухнет нефть ниже 56 вполне может и золотишко откорректироваться в принципе почему бы нет объем пока стоит не сильно упал но это наивысшая точка по открытому интересу за этот период так 100 давайте посмотрим на класс профайл немножко попроще поставим лимиты сейчас может выбросить просто из комнаты обратите внимание какая вот получается песня минус 23 красавцы красавцы 45,5 47,5 и вот здесь еще бросили то есть вот такие вот в аккурат красавцы и вот и вот и вот эти вот ребята даже можно вот сюда захватить еще вот этот коридор цена 42 47,5 если будут отстаивать вполне могут еще протащить надо 12-80 может дотащить на сегодня все спасибо что пришли кто не успел либо не вовремя попал на Wall Street Online сегодня завтра будет на YouTube канале запись можете посмотреть добавлять сообщества они открыты рад был всех видеть хороших выходных близится весна скоро теплые деньки и юнский контракт с играми всего на лучшего хороших выходных до свидания пока